Партнер проекта Лада Центр Пермь на Спешилово 105. Официальный дилер Лада в Перми и Пермском крае. Мы продолжаем говорить о татуировках, а самое главное о людях, кто эту красоту делает. Саша, вообще скажи, для чего делать татуировки? Тут на самом деле очень много причин. Кто-то делает для того, чтобы самоутвердиться, кто-то делает для красоты, то, что находит в интернете. Кто-то приходит, вынашивая идею годами, то есть прям живет с этим. Естественно, многие люди приходят для того, чтобы перебить старые наколки, грубо говоря, ошибки детства. Ну, естественно, мы с этим помогаем. К сожалению, не каждый, кто хочет сделать татуировку, решается ее сделать. Расскажи, вот как быть, если, что называется, и хочется, и колется, как-то все-таки ты вот не можешь до конца решиться сделать себе татуировку с пониманием о том, что это на всю жизнь и т.д. и т.п. Вот, что нужно в таких моментах делать? Человек, который вот, он хочет, но вот все-таки он боится перешагнуть порог тату салона. Ну, я думаю, с этим стоит повременить, если ты не уверен в себе, в своей идее, и нужно тебе это. А лучше, соответственно, посоветоваться с мастерами, которые, возможно, вас приведут к этой идее, да, к этой, той или иной татуировке. Если вам это и понравится, действительно, вы прямо 100% утвердитесь в том, что я ее буду делать, то не вижу никаких проблем делать, только делать. Если даже после общения с мастером у вас не появилась 100% уверенности в том, что вы хотите тату, лучше не делать. Она может начать доставлять неудобства, а свести ее довольно затрудительно. Можно, можно убрать, но, опять же, это очень много времени потребуется. Очень много времени. Ни один мастер не скажет, сколько сеансов нужно для того, чтобы полностью удалить татуировку. И следы от нее все равно останутся. В тату-студию нужно идти с определенной целью. Для современного человека татуировка – это способ или украсить себя, или запечатлеть на себе, оставить навсегда с собой самые дорогие моменты жизни, которые невозможно перенести на бумагу или оставить на фото. Что же касается самих мастеров, то у них тоже есть свои предпочтения. Коллега Александра Сергея любит экспериментировать со шрифтами. Не вот эти вот девчачьи надписьюлечки, которые занимают там 3 сантиметра и делаются там куда-нибудь, где их будет видеть только она. Ты распродастра? Да. А именно берем какую-нибудь фразу, либо слово и делаем ее масштабно, красиво. Составляем, грубо говоря, из букв своеобразную шрифтовую композицию, чтобы это была не только надпись, но и рисунок. Как выяснилось, современные тату, это еще и практично, ими скрывают шрамы. Достаточно распространенная просьба. Девушки приходят и маскируют шрамы от аппендицита, от кесарева, ну и различные другие. Поэтому мы с радостью помогаем. А их маскируют эти шрамы или как бы делают их частью композиции? Все зависит от шрама и от требований клиента, конечно же. Но делаем мы так и так. Шрам полностью зарубсуется за 2-3 года, и на него уже можно носить тату. А вот что касается других проблем с кожей, нужно обязательно сначала обратиться к врачу. Сейчас я замечаю, что все больше людей, причем достаточно взрослых, уже меняют свое мнение о татуировке. То есть для них это уже не какой-то там знак отметина, наколка, как это раньше говорили, а это уже все-таки искусство. И это радует. Если вы все-таки хотите нанести такое произведение искусства на свое тело, проконсультируйтесь с мастером, а если это необходимо, и с врачом. Тогда ваша татуировка будет радовать вас всю жизнь. Я обещал, что мы протестируем этот автомобиль на нашем автополигоне. Выполняю. Серега, тебе доводилось ездить на этих автомобилях? На таких машинах еще я не ездил, но сейчас мы поездим на нем и посмотрим, как он себя ведет на дороге и что влияет на безопасность при управлении данным автомобилем. В современном отечественном автомобиле есть все необходимые системы безопасности. В первую очередь это, конечно, ESP, система курсовой устойчивости. Эта система может быть принудительно отключена, если вы, например, преодолеваете сугроб или застряли. Но она сама автоматически включается на 60 км в час. Для теста понятно, что мы ее отключили полностью. Это нужно обязательно сказать, потому что, чтобы это было понятно, то есть нам с системой стабилизации автомобиль тестировать смысла нет. Любой водитель может нам, как бы, в упрек сказать, что ну и что они толку тестируют автомобиль без системы стабилизации, когда я каждый день езжу с этой системой. Мы ее отключаем для чего? Для того, чтобы на более низкой скорости показать вам, что будет на более высокой. Нужно помнить, что эти системы не будут управлять вместо вас автомобилем. Они подкорректируют в случае небольшой ошибки. Первый раз поворот проходим с выключенной стабилизацией. У нас автомобиль, соответственно, резко занесло и нас просто развернуло вокруг своей оси, вокруг двигателя, так скажем. Мы просто управляемость потеряли. Да, мы просто потеряли управляемость. А потом мы то же самое попробовали уже с системой ESP, когда уже все было включено. То есть мы так же проехали, автомобиль, в принципе, остался на дороге. Скорость была одинаковая, 100 км. То есть вот, в принципе, что мы сейчас... Ну, то есть это вот такая история, которая может случиться с неопытным водителем. Да. Да, даже и с опытным. Даже не с опытным. Тут лужа, песочек и все, и до свидания. Да. И система даже не дает с ней поспорить. Ну, достаточно система-то работает. Она не дает вообще. Даже на торможении она... Автомобиль практически постоянно прямолинейно держит. То есть такая суровая система. Да, не дает ему ни на секунду. Заднюю ось практически очень тяжело запустить в занос. Даже вот мы пытаемся это сделать, и это тяжело. Мы даже на скорости 120 пытаемся это сделать, и... При проходе поворотов на этом автомобиле нужно учитывать, что это не гоночный болид. У него передний привод и достаточно высокий дорожный просвет. Все это рождает недостаточную поворачиваемость и риск сноса передней оси. Такое бывает на большинстве городских переднеприводных авто. Как и во всех современных автомобилях, тут установлена система АБС. Этот автомобиль остановился на 36 метров. 36 метров. Но здесь резина достаточно хорошая сделана. Установлено, да. Сфальт у нас сухой. Сфальт сухой. И довольно тихо работает. Да. И резина разогрета. Поэтому достаточно неплохое торможение. Система позволяет быстро остановиться, не теряя контроль над машиной. Если же ее нет, при экстренном торможении машина теряет управление. Ее просто начинает ставить боком. Ну и резина сильно портится. Еще одна приятность этого автомобиля – противооткатная система или помощь при старте в гору. Машина стоит. Да. Еще раз, да, прям. Отпускаю. Раз, два, три, четыре. Четыре. За это время даже самый неопытный водитель сможет тронуться в гору, не заглохнув. Что приятно, работает она и вперед, и назад. Главное, чтобы уклон был 7 и более градусов. Ну и дорожный просвет в 203 миллиметра позволяет преодолеть довольно серьезные преграды. Главное – не забываться. Ну, опять же, мы не забываем, что мы едем на кросс, с приставкой кросс. Да. Поэтому мы попробуем по пересеченной местности проскочить. Ну и опять же, надо не забывать, что это все-таки Веста. Да. Не надо на ней болото штурмовать. Да. И не надо думать, что это полный привод. Как показывают на всех тест-драйвах самых дорогих внедорожников. Давай, Сергей, ваш выход. Кузов не перекосило. Перекосило. Открываются все двери. Мы можем открыть багажник даже. Да. Пожалуй. Мы можем все двери открыть, и не будет никакого перекоса. Вот. Все работает. Потому что его, в принципе, быть не может. Вот он, современный отечественный автомобиль. Лето, наконец-то, радует пермяков. Но не стоит расслабляться. Солнце – это не только очень радостно и приятно, но это еще и очень опасно. Лена, как правильно выбрать средства защиты от солнца? И самое главное, что будет, если этими средствами не пользоваться? Абсолютно верно, Егор. Вы заметили, что такое долгожданное солнце для пермяков может быть и опасным. Пребывание под прямыми лучами солнца более 15 минут может повлечь за собой ожоги. Также воздействие ультрафиолетовых лучей значительно повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Нужно использовать солнцезащитные средства. Солнцезащитные средства с фактором защиты, они бывают разные. От 10, как правило, используются в нашем регионе до 50. Эти единицы – это солнцезащитный фактор. Количество единиц на креме говорит о том, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце. То есть, использовав средства с индексом 10, вы можете находиться на солнце уже не 15 минут, а 150. Помимо времени, которое вы планируете провести на солнце, нужно учитывать и фототип своей кожи. Говоря проще, чем светлее ваша кожа, тем сильнее должна быть защита. Если вы, например, только первые дни выходите на солнце, я всегда рекомендую взять солнцезащитный фактор со SPF 30. Потому что кожа ещё не готова к солнцу. Такой фактор, он оптимальный для европеоидной расы. Потом можно будет перейти на фактор защиты немножко поменьше. Или, например, вы можете даже с фактором защиты 15 защиту получить такую же, как от SPF 30, просто нанося его чаще по времени. Также нужно учитывать и тип кожи. Если она сухая, пользуйтесь кремом. В некоторых даже сразу есть пантенол. Жирный, комбинированный тип кожи. Тогда масла, я не рекомендую, особенно минеральные масла, потому что они могут вызвать комедоны, то есть появление прыщей, так называемых. Поэтому используется тогда уже гель, спрей. Для детей спрей использовать нельзя, потому что спрей, он может попадать ещё в органы дыхания. Это может быть тоже немножко опасно. Для детей вообще есть свои специальные кремы. Ими можно начинать пользоваться с 6 месяцев. И не переживайте, загар у вас всё равно появится. Особое внимание нужно уделить родинкам. Есть специальные карандаши, специальные стики, которые можно пользоваться и закрывать родинки. С родинками, под прямым солнечными лучами находиться категорически не рекомендуется. Когда будете выбирать средства от солнца, обязательно обращайте внимание и на состав. Компоненты у всех разные, на какие-то у вас может быть аллергия. Не стоит поддаваться уловкам маркетологов и покупать средства с индексом 80-90. Лабораторно доказано, уровня защиты выше 50 пока ещё не существует. Также не забывайте повторно мазаться средством после каждого купания. Предварительно нужно насухо вытереться. Каждая капля смывает крем и начинает работать как линза. Смываются абсолютно все средства, чтобы вам не говорили продавцы. Если же вы всё-таки обгорели, вам во спасение пантенол или проверенное временем сметана, она действительно помогает. Это молочные протеины. Они тоже обладают регенеративным действием, регенеративным свойством. Поэтому действительно имеет место быть такой метод. Берегите свою кожу. Ведь помимо ожогов и риска возникновения онкологических заболеваний, воздействие солнечных лучей ускоряет старение. А мы ведь все так хотим подольше оставаться молодыми. Жизнь – это песня, в которой мелодии красоты воплощает искренность и добродетель. Красивые девушки – это безусловная мотивация для мужчин. Поэтому сегодня мы ведём репортаж с конкурса красоты «Мисс Кама». В конкурсе принимают участие 11 девушек от 17 до 22 лет. Эльдира Романовна, какова миссия этого конкурса? Миссия вообще нашей команды RPG Great и рекламно-продюсерской группы проводить фестиваль конкурсов. В этом году мы запустили целый марафон конкурсов и возродили традиции нашего города. Этот проект, который называется «Королева красоты Мисс Кама», проходил 20 лет назад. Мы решили вернуть в рамки нашего города Мисс Каму. Наша миссия – поддерживать главный курс страны, поддерживать молодёжь, возрождать традиции. Ну и, конечно, патриотизм и любовь к родине, как бы это громко ни звучало. Я думаю, что это всё включено, потому что, выезжая на международные проекты, главная задача девчонок – влюбить не только в себя, но и в свой город, в то место, где этот человек проживает или живёт. Я думаю, не для кого не секрет, что пермские девочки у нас самые красивые. Красота у них уже есть, талант, ум есть. Осталось только чуть-чуть удачи и побольше уверенности. Я считаю, что спортивная, хорошая, красивая фигура – это залог не только красоты, но это залог здоровья и успешности человека вообще в жизни. И это прекрасно, что конкурсы красоты проводятся, потому что они не только заставляют соревноваться между собой и девушек, они мотивируют других становиться лучше, становиться похожими на самых красивых. А в итоге мы выиграем все, потому что на наших улицах становится чуть светлее, чуть солнечнее, чуть радостнее, чуть красивее женщины вокруг. А это всегда прекрасно, потому что атмосферу в городе создаёт прежде всего красота, любовь и отношения. Мисс зрительских симпатий КАМА-2018 стала Александра Навдаева. Вице-мисс КАМА-2018 Дарья Печкина. Ну а главный титул Мисс КАМА-2018 достался Юлиане Романовой. Даша, поздравляю, ты стала первой вице-мисс, заслуженная победа. Скажи, какие эмоции ты сейчас испытываешь? Спасибо огромное. Я на самом деле очень удивлена этому, я безумно счастлива. Очень рада этой победе. Спасибо ещё раз огромное. Саша, поздравляю тебя. Ты стала мисс зрительских симпатий, то есть большинство голосов отдали за тебя. Какие эмоции ты сейчас испытываешь? Удивление, радость, конечно же. Секрет везения – это вера в себя в первую очередь. Я в себя верила и вот такое вот счастье привалило. Редактор субтитров А.Семкин